Здравствуйте, Андрей Широков, Клуб Эфлер, Правда Целитель. Мы говорим о здоровье, опять про зубы. Участники нашего клуба Эфлер, единомышленники, видят, как фруктоблогеры, люди, которые играют или уже наигрались с сыроедением, с изменением типов питания, жалуются на то, что потеряли зубы. Об этом говорил и Мартынов, например, и вот еще те блогеры, которые как бы цепляются за фрукты. И там наши люди как бы говорили и писали в комментариях, что вот если бы вы следили за клубом Эфлер, то вы бы были предупреждены и вооружены, и у вас не было бы деминерализации. Но здесь очень важно, там проблема может быть не только или даже не в деминерализации, и не только в кальции, если даже говорить только о минералах. Ну, давайте я напомню еще раз три основных пункта, за которыми надо следить, иметь их в виду, которые влияют на состояние эмали и дентина. И на самом деле и у меня произошла такая трагедия, когда я просто был не готов к этому. И на фоне чистки, как на еще стандартном питании, так потом на сыроедении и на соко-фруктоедении, произошло практически растворение зубов. И это сейчас мы с вами взглянем на эти пункты, и вы будете иметь их в виду. Первый пункт, это будет хорошо, деминерализация. И здесь нужно еще обратить внимание, что кроме кальция, также важен и магний, цинк, возможно железо. Ну, кальций, магний и цинк, вот за этим надо обязательно следить, да. И здесь, например, вы можете увидеть кальций в крови даже в границах нормы. Но это же не значит, что эта кровь не забирает этот кальций из костей и из зубов. То есть тут, ну, как вы будете это смотреть, не биолокационное, я не знаю. Я своим пациентам смотрю и кальцификацию там зубов, костей, проценток, да. И баланс, динамику. Мы можем посмотреть и кальций в крови, да. Но здесь очень важно оценить баланс. То есть кальций, вынуждена кровь забирать его из костей, либо она может спокойно его отдавать. Безусловно, здесь надо посмотреть и щитовидку, и паращитовидку, и нейроэндокринку. Все это можно посмотреть на консультациях, если вы в себе здесь не уверены. Здесь, что касается первого пункта еще, да, по минерализации. Кроме кальция, мы должны с вами посмотреть и другие макроэлементы, как магний, и микроэлементы, как цинк железа, например. И оценить минерализацию зуба, каждого конкретного позволяет биолокация и динамику, и состояние плотности зубной ткани. И, безусловно, минерализация здесь влияет, а на очищение, которое может быть спровоцировано на том числе с облегчением в пищевом воздействии. Ну, не обязательно, не обязательно. При химиотерапии проблемы с волосами, с зубами у людей, то есть интоксикация идет внешне, да, то есть токсикоз может быть внутренний, как вот при беременности, или переходе на какой-то более облегченный тип пищевого воздействия, так и внешний токсикоз, да, когда ради здоровья человека убивают химией, например. Просто токсинами, лекарствами, например, они также могут, как бы, здесь воздействовать. И могут связывать, кстати, минералы, да, и способствуют вымыванию кальция. Ну, и просто чистка способствует вымыванию кальция, и просто лавинообразной, да, потребности в кальции. Получается, что кровь будет брать это первым делом из зубов. И не только по кальцию еще раз напомню. Так вот, когда наши единомышленники вот распространяют эту информацию, очень хорошо, да, следить за минералами. И тут, конечно, я уже своим пациентам на своих тоже ошибках, ну, скажем так, не позволю вот так вот попасть в ту же, так же быть таким растерянным, как это случилось со мной. Потому что это происходит достаточно быстро, стремительно. И, ну, у меня есть пациенток, который мы за минерализацией следили, но решили по ее просьбе сильно усилить чистку. Мы ее усилили, и первым делом пострадали зубы. И причем, в первую очередь, передние. Почему? Потому что кровоснабжение-то там лучше. И, кстати, и вымывание кальция там, получается, будет тоже лучше вообще-то. Вот почему у сыроедов, фруктоедов, да, первым делом начинают разрушаться передние зубы, а просто в хроническом токсическом состоянии. Шестерки, вот эти боковые, потому что ухудшее всего кровоснабжение зуба-трофика идет по бокам. И хуже, значит, и кальцификация. Когда кровь готова отдавать кальций. А когда она его забирать будет? Она будет забирать в первую очередь где? Где она лучше? Вы поймите, здесь получается как по обратной связи, да. Но там дело не обязательно в минералах. Минералы у моей пациентки были все лучше. Пополнение кальция в плюс. Остеопороз не в динамике, не положительный, отрицательный остеопороз. Но, хотя 100% кальцификации там не было, конечно. Но есть еще состояние каналов. Это как магистраль, да. Верхняя и нижняя от нее отходят уже к что? Пучки. Значит, там идет кровоснабжение. То есть артериола, да. Артериальной кровью. Отток венозный. Туда идет нерв и отток лимфатический. То есть 4 вот этих составляющих в этом как бы пучке. Там не только нерв вообще-то. Почему-то об этом донтисты совершенно не рассказывают о том, что там идет трофика, снабжение, что зуб живой. Давайте просто убиваем нерв. Не просто нерв. Убивают все. И вот теперь представьте, идет вот эта чистка. Кровь переполнена шлаками, токсинами, вредными метаболитами. Идет синдром сгущения крови. И если по крупным артериям мы как-то можем это все разбавлять, то по узким вот этим каналам это все забивается, режет, повреждает. Идет токсимия, да, на фоне вот токсикоза. И повреждение идет этих каналов. И забиваются они вот этими продуктами чистки. Забиваются, кстати, и селезенка, и почки страдают. Печень тоже тяжело. Вот фильтрационные вот эти органы. В первую очередь селезенкой почки особенно. Но достается и вот здесь каналам. И плюс к тому же получается, что и волосы, и в кожу, и в зубы идут вот эти метаболиты. И ногти вот у меня до сих пор они не могут прийти в порядок. Причем на ногах они совершенно нормальные. И на некоторых пальцах они совершенно... Вы скажете, ну это чего-то не хватает. Да, все время не хватает вот нескольким пальцем. А ногам все хватает. Замечательно просто. А вот этому большому пальцу все время все хватает. Чтобы показывал я вот так. Все замечательно, да. А там, где попадает сок цитрусовых, вот там сразу начинает не хватать ногтю что-то изнутри. Значит, так вот, вот эти каналы. Тут уже дело-то не в кальции, а в том, что резко снижается функциональность вот этого канала. Белокационно мы это измеряем. Донтисты, я не знаю, они как-то вот ничего об этом не рассказывают. И, ну, возможно, они умеют это смотреть. И еще раз, это не просто нерв, а вот эта вся система, это как с другими органами. Вы же говорите о том, как у вас кровоснабжается, как отходит лимфа, там, не знаю, от ноги, да. И как там нервы ноги ведут себя, и венозный отток. И мы все это анализируем, проверяем, у нас есть всякие приборы, оцениваем. А по зубу почему-то никто об этом не говорит. Просто есть нерв, нет нерва. Ну и ладно. Да, это теперь просто трупик. И вот на фоне такой провокации чистки, которую можно провоцировать и на стандартном питании. Просто, ну, это тяжело на стандартном питании оставаться на чистке. А устроить ее, и я себе, и некоторым пациентам устраиваю чистку без изменения типа питания. И даже на стандартном. Это работает, да. Но здесь, поэтому не надо вот этой четкой причиной следственной связи, что во всем виноват тип питания. Тип питания ухудшает состояние. Либо позволяет организму очищаться. Но если ему давно не давали выходить из хронически отравленного состояния, то будет вот этот шквал метаболитов этой чистки, от которых будут страдать вот в том числе такие тонкие каналы. И мы получаем резкое снижение и трофики, и не отходит лимфа. И туда еще идет забитие какими-то метаболитами. И, естественно, эмаль начинает и портиться. И ткань размягчается. При этом минерализация по кальцию может быть положительной. Вот, как здесь с этим бороться, чтобы я в свое время здесь делал. Ну, это, конечно, возможно снизить чистку, только не животными там продуктами, как это делает Михаил Советов, объясняя, что он тем самым дает полезные вещества. Ну, сырой животной продукции. Желтки, сырая рыба, икра. Это такой удар икра, если бы вы знали. Это такая отрава. Еще хуже, чем рыбка. Вот. Ну, на самом деле там просто идет блок чистки и минералы. В сыром животном сырье есть минералы. Ну, конечно, дать их неорганической формы мы не можем. Нам надо обязательно отравиться рыбой, желтком отравиться, икрой отравиться. Но дать вот так вот эти минералы через задницу. И, значит, здесь чистку мы, конечно, можем уменьшить провокацию. Но я, и в свое время я весной использовал это, только в этом году догадался, прибором волновой терапии почистить каналы. Это делается очень быстро, и, как бы, вот у меня пациенты, которые приобрели прибор волновой терапии крайне высоких частот, они это у меня некоторые делают. Но в любом случае надо понимать, что если вы дали вот этой чисткой вот эту нагрузку, то все время каналы будут под вот этой опасностью гнета. И третий фактор все-таки. И здесь вот, например, доктор Божьев рассказывает, вы поели сладкое, и у вас сразу во рту вот кислота из-за разложения этого сладкого. Ну, я не знаю, если бы попили мандаринового сока, что у вас там успеет во рту произойти, какое там разложение этого фруктового углевода, он уже ушел. У вас все время должна отделяться слюна. Вообще, там не должно быть сухо во рту. Там идет круговорот вот этой слюны все время. Кстати, она с кальцием, магнием, это связывает с желчным. У нас все время ток должен идти. Почему мы соль со всем с умами? Чтобы подстегивать на хроническое травмное состояние вот эти вот отделения соков. Малосольные продукты здесь тоже помогают, специи, да, антипаразитарка. По всему желудочно-кишечному тракту идет выделение слизи, сока и этот круговорот. Ну, так вот, во рту эта слабощелочная слюна должна быть. Но когда на чистке-то она не будет абсолютно хорошей. И состояние во рту, а рот это часть желудочно-кишечного тракта, а это шлюз очищения внутренней среды. И получается, что на чистке-то там может быть во рту еще и, по сути, больше грязи даже, да. И слюна может быть и кислее. И получается, а вот эта слюна в идеале слабощелочная, она должна все время промывать. Она промывает сразу, там не может оставаться ничего, да, того, что будет так вот закислять. Если только какие-то остатки, прежде всего, всяких овощей там, да, вот, сырых, например. Но это не наша видовая еда. И вот оно и не должно там быть всякая капуста какая-нибудь, морковка застряла. Ну, мы не кролики. Ну, вот, ну, вот что с этим сделать? Не идут у нас овощи сырые внутрь. И об этом даже Агулов, например, рассказывает. И все правильно. И пукают с этого. Но это больше чистка, конечно. Хотя и оно бродит, и погниет эта масса. Никакую полезную микробиоту она не кормит. Я бы точно это ел ради микробиоты. В рот не лезет. А полезно только то, что в рот полезло. Ну, давайте посмотрим, что у вас полезет в рот, когда вы нормально почиститесь. Но я могу помочь вам пройти эту чистку без тех потерь, которые были у меня. И не только у меня мы видим. Учитывая, ну, что касается рта. Здесь, кстати, ротовой полость. Да, вот это третий пункт. Не надо драйать эмаль. Доктор Божьев здесь прав. Самая мягкая щеточка. Просто надо, чтобы не оставалось ничего между зубов. Я драйать тоже здесь против, хотя, ну, не допускать надо и зубного камня. Но опять, это все из-за нездорового состояния в полости рта и неправильной пищи. И слюна нормальная отделяется. И слюна недостаточно бактерицидная. Да, она же у нас активная должна быть. И что здесь может поспособствовать? Ну, понятно, уход это полоскание минеральной водой, там, щелочной водой. Ну, я бы не стал там соду себя так не любить. Минералкой какой-нибудь, да, можно это все полоскать. Способствовать отделению слюны. Сосать соль. Специи помогает. Антипаразитарка. На хорошей антипаразитарке вообще даже по утрам не будет налета на языке. Так хорошо работает желудочно-кишечный трак, слизь вот это все отходит, что особо нагрузки на ротовую полость здесь нет. А вообще у меня вот с возрастом, даже и в студенческое время, и помню еще до студенческого колледжа, уже просто по утрам так воняло. Там такой был налет. Негде, негде очиститься организму, потому что тут-то все гниет круглыми сутками. Это какашки вот эти формируются, да, идет это все. Вот только через рот, да. И просто за этим надо следить. Но это самый третий пункт, он не самый значительный. Ну, конечно, кислая растворяет эмаль. Но если нездоровый зуб под первому и второму пункту, минерализация второе, это каналы, да. А каналы, кстати, связанные с застоем гноя, я рассказывал. Здесь гной сюда дает, по пазухам нижнюю челюсть отдает, да. И здесь вот надо учитывать все эти три пункта. Но первые два – это вот самые важные. Третий здесь уже как уход, как поддержка. Вот, пожалуйста, вот эти три хотя бы пункта. И тогда не будет той трагедии, как у некоторых других и у меня. И вообще с зубами у нас проблемы у всех. А вот эти стоматологии – это не для вегетарианцев. И не для фруктосоедов или сокаедов. Они вообще-то обслуживают всех. И к зубу сейчас, у меня рассказывают и пациенты, да. У деток гниют просто вот, вообще все гнилье там сплошное. И это что? Это результаты доминерализации, проблемы по каналам, в которых течет, черт не знает что, накопление вот гноя, да. Это все три кита не здоровья здесь. Ну и третье, там понятно, и слюна неправильная в ротовой полости. Вот эти три кита не здоровья зубов. Назовем так этот ролик, я предлагаю, да. И напоследок здесь еще, кстати, скажу. Не забывайте, пожалуйста, прошу вас подписаться на наш второй канал «Природоцелитель». Внизу есть ссылка. Нам важно довести на канале «Природоцелитель» количество участников более тысячи, чтобы начать там проводить вебинары. И, пожалуйста, поддержите. Поддержите себя, зубы и канал. Андрей Широков, Клуб «Эфлиппроводоцелитель». До скорых встреч!